С пляжей тайваньских островов Кинмэнь хорошо видны китайские небоскрёбы. Тайваньский капитан туристической лодки Хун Тянцин давно работает на узких акваториях, разделяющих острова. Но с тех пор, как в недавнем инциденте с тайваньской береговой охраной погибли два китайских рыбака, он стал гораздо осторожнее выходить в море. «Раньше мы часто ходили там, но теперь не можем, потому что китайская береговая охрана патрулирует. Раньше мы сталкивались с ними довольно часто, и проблем не возникало. Теперь же просто делаем всё возможное, чтобы туда не ходить». После смертельного кораблекрушения в китайских социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, что береговая охрана продолжает патрулировать окрестности Кинмэня. Тайбэй заявляет, что во время патрулирования несколько китайских судов вошли в запретные воды. Однако Пекин, настаивающий на своих правах на территорию Тайваня, заявляет, что подобных ограничений не существует. Эти принципиальные разногласия вызывают опасения, что возникшая здесь локальная проблема может привести к более масштабному конфликту. «Китайская береговая охрана. Вон тот, большой. Находясь здесь, понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. С этой стороны лодки – материковая часть Китая. А здесь земля, контролируемая Тайванем. Но поскольку китайская береговая охрана направляет сюда все больше патрулей, перед Тайбэем возникает дилемма. Если ничего не предпринимать, Китай может оказать еще большее давление. Если же отреагировать слишком резко, возрастает риск эскалации». Все это происходит в ключевые политические моменты как для Пекина, так и для Тайбэя. На Тайване скоро состоится инаугурация нового президента, человека, которого Пекин откровенно недолюбливает. А в Китае на этой неделе проходит Секитайское собрание народных представителей. На нем лидеры страны увеличили оборонный бюджет более чем на 7% и выступили с жесткими заявлениями о том, что они называют воссоединением Тайваня с Китаем при необходимости с помощью военной силы. Кинмэнь еще не до конца оправился от предыдущего конфликта с Китаем, который периодически обстреливал острова вплоть до 70-х годов. Член местного совета говорит, что этим можно объяснить сдержанную реакцию жителей на участившиеся патрули китайской береговой охраны. Однако общая напряженность все еще есть. Просто теперь она выглядит по-другому. «Война может быть не только на поле боя. Речь идет не только о ракетах, пушках и оружии. Есть дипломатические войны, торговые войны, холодные войны. Такие ситуации существуют и у нас. Просто восприятие войны обычными людьми все еще связано с такими вещами, как оружие. Поэтому их не так сильно тревожат недавние события». Пока что эскалации удалось избежать. Но поскольку корабли обеих сторон продолжают ходить в такой близости друг от друга, вполне вероятно, что хрупкий мир в этих водах вскоре снова подвергнется испытанию.